Их путь туда почти всегда одинаков. Проблемы с родителями, плохая компания, побег из дома, передозировка. В реабилитационный центр Саулариты попадают подростки, у которых жизнь еще только началась, а они уже успели наделать ошибок. Но у них еще есть шанс все изменить. О том, как дети с зависимостями возвращаются к нормальной жизни и какие препятствия приходится преодолеть, в репортаже из Страупа Яна Рубинчик. Прямо с порога нас окружает вниманием. После знакомства экскурсия. Запретных мест в этом центре нет. Здесь у нас школа, где мы учимся. Мы тоже помогаем. Здесь мы все собираемся, обедаем, ужинаем. Просыпаемся, убираем комнаты, моем, проветриваем, чтобы было красиво. История тех, кто проходит реабилитацию в центре Саулариты похожа. У Беатрисы были проблемы в семье. Затем плохая компания, сигареты, алкоголь. Дважды она попадала в больницу на грани смерти. Но то, что ей нужна помощь, девочка осознала лишь проведя месяц с Саулариты. Сейчас уже сама решила, что надо. Потому что я очень хочу закончить этот класс. Очень хорошо. Перед этим не получалось. Хотя я знаю, что я могу хорошо учиться. Но я просто в школу не ходила. Виктория из хорошей семьи. Но с отчимом отношения не заладились. А дальше все, как у Беатрисы. Избавиться от алкогольной зависимости она решила после последнего побега из дома. Когда у мамы была угроза выкидыша, я думала, что все это все из-за меня. Тогда решила, что все. Надо меняться. Потому что если у меня брат младший, я ему показываю плохой пример, то еще младшую сестру. Вообще ужасно. Никита курил с первого класса. Позже в детдоме к сигаретам прибавился алкоголь, бензин и клей. От этого тоже хорошо. В мозг входило и чувствовал себя безупречно. Но потом я понял, что мне это совсем не нужно. Арнольд впервые напился тоже в 7 лет. Вместе с братом переживал из-за смерти отца. Затем употреблял алкоголь с компанией, а однажды другу гостил спайсом. Я сразу попал в больницу с передозировкой. Меня еле откачали. Выносил вещи из дома в ломбард. Еще мы били людей на улице. Деньги отнимали, чтобы спайс купить. Арнольд стал ритой во второй раз. Вернуться сюда решил по собственной воле. Понял, что дома из дурной компании не вырваться. Специалисты говорят в том, что происходит с детьми виноваты взрослые и не только родители. Они приходят к нам очень сердитые, обиженные на весь мир. Это ответственность на взрослых. Они с Марса здесь не засланы. А там и самая общественность ходит мимо. Все видят, что есть дети, стоят по углам, курят с бутылками. Сами покупают им выпивку. И там рядом везде и наркотики. Завоевать доверие этих детей не так просто. Одну из первых в своей тайне они доверяют психологу. С родителями, отношениями, отношениями между собой, эмоциями, как справляться. По-любому. И подшучиваем чуточку, и по-серьезному работаем. Со временем дети понимают, что здесь не тюрьма. Нет ни решеток, ни замков. У нас много занятий вне здания. Спортивные. Ездим в бассейн, ходим гулять. За добрые дела – плюсы. За правильности – минусы. Плюсу дает возможность посетить концерт, бассейн, позвонить родителям и даже съездить домой. Реабилитация длится от полугода до полутора лет. Цель педагогов – научить детей ответственности. Сперва за свою кровать, за свою комнату. Потом уже за кроликами присматривать. Вот учить соответственность за свои слова, поступки. И они хозяева этого дома. И надеемся, что дальше будут хозяева своей жизни. Интересно, что хотя детей с зависимостями тысячи, в центре есть свободные места. Сейчас там проходит реабилитацию 11 подростков. Ян Рабинчик, Кришин Ислейтис, Латвийское телевидение.